Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Не живет на крыше, но только через нее может попасть домой, как соседи запретили Барнаульцу пользоваться его же калиткой. Горит, течет и падает. История аварийного дома, в котором выживает шесть семей. Как оказалось, частный дом не всегда счастье, особенно когда частный дом на двух хозяев. Сейчас расскажем историю мужчины, который живет в своем доме, но вынужден на свою же территорию попадать только через крышу пристройки. Итак, кто ему мешает зайти через свою же калитку, узнаете сами. Сначала сугроб, с него на крышу пристройки, по лестнице спускаешься во двор и вот ты дома. Юрий Черданцев в таких условиях уже с конца прошлого года. Попасть в дом через калитку не позволяют соседи. Присвоили себе общую территорию, заварили выход, повесили замок и завели сторожа. В первое время нам приходилось, ну так как я была на больничном, закрывала собак, он через мой забор перелазил и через нашу калитку ходил, потому что другого выхода не было. Я не могу выйти свободно на улицу, у меня нету прохода. Единственное, мой проход загородили сеткой и заварили листом железо. Я не могу просто выйти. Причем запугивают разными способами. На тебя подали уже уголовное дело, везде подано. Не записали тебя, как ты на крыше лазил. Мы к Малахову на телевидение поедем, мы все поднимем. У нас подлинные документы, а вы приехали с фальшивыми документами. Это Галина, соседка, которая как раз и не дает Юрию выхода на территорию общего пользования. Угрозами поехать на телевидение все не ограничивается. Они меня говорят, что они вилами заколят. Если будет топор, то топором. Будет лом, ломом проткну. Ну, всякую ерунду они мелят на меня. Я уже устал. Понимаете, я не знаю, что от них ожидать. Они какие-то у меня серьезно нездоровые, что ли. Я не знаю. Я боюсь выходить на улицу. Я вот просто говорю, чтобы мне выйти на улицу, я звоню соседям, чтобы меня соседи сопровождали. С сопровождением соседей тогда я выхожу. Либо у меня идет всегда видеозапись на телефоне, потому что я боюсь выходить на улицу. В сугроб вонзили вилы, на них повесили ритуальную куклу Вуду. Но переносицу Юрий разбил сам, когда в очередной раз перелазил через крышу своей же пристройки. Хотя по документам он должен проходить через общий внутренний двор. Это общая территория общего пользования. Это не моя территория и не ихняя. Моя территория, да, правильно они говорят, вот это и вот за моим домом. Но проход в огород у меня находится вон там, проход в дом находится здесь. И это при покупке дома было так и ничего не перестраивалось. У Юрия вопрос. На каком основании соседи присвоили муниципальную землю? Даже специалистов по геодезии на свою территорию не пустили. Замеры пришлось делать с крыши, через которую Юрий и попадает домой. К слову, документы у него на руках. Вот он, вот территория их, дом, а это огород. И написано проезд общего пользования. Это какого года документы? Это 13-го года документы. А он до сих пор в силе юридической? Конечно, конечно. И вот этот проезд, по нему вам соседи почему-то запрещают выходить? Да, да. Они каким-то образом, бывшие соседи умудрились его приватизировать в собственность. В 19-м году? В 19-м году. Сейчас Юрий копит мусор во дворе, потому что не понимает, как его выносить через крышу. Не может убрать снег и боится, что погреб затопит. Но главное, с уходом сугробов у Юрия не будет пути на крышу. Так что он сразу выбрал новую дорогу в суд. Очередной аварийный дом в нашей программе. В последнее время мы очень часто уделяем внимание именно таким строениям. В них до сих пор живут люди. Дом, про который расскажем сейчас, ждет расселение. С 13-го года там нет горячей воды, нет отопления и нет туалета. Смотрите сами. С одной стороны два этажа, с другой один. На верхнем течет крыша, на нижнем, наполовину зарытом в землю, постоянная сырость. Обойдите вокруг и уже многое узнаете о доме на 2-й строительной 46. Ремонта не было десятки лет, домофонов никогда, крышу не убирали всю зиму, туалет на улице. Юлия живет в этом доме по договору социального найма 15 лет. 15 лет назад она приехала в дом, который уже тогда был не лучшим местом для жизни. Юлию окружают соседи, которые не готовы молчать, поэтому говорят почти хором. Проблемы этого дома можно перечислять и перечислять. Потолки в подъездах не внушают доверия. Пол прогнил. Иногда замыкает проводку. В квартирах уже непобедимый грибок. Никакие средства не помогают, ремонта не было никогда, а получают жители этого дома только платежки с задолженностью. Все, что могут, делают сами. Мы стараемся подмазывать, подбеливать, но потому что мы здесь живем и мы люди. Поэтому для себя, конечно, стараемся сделать, как это возможно, насколько это возможно, по благоустроению, поприличнее хотя бы. Окна у нас у всех сгнили, мы практически все вынуждены поменять окна, потому что окна прогнили насквозь. Дом не выдерживает не только критики, поэтому жильцы уже все меньше готовы выбирать методы борьбы. В 2013 году дом был признан аварийным в межведомственной комиссии по оценке жилых помещений. И до сих пор он не расселен. Расселили только собственников. Им выплатили небольшую сумму за каждый квадратный метр, то есть ниже рыночный, насколько мне известно. И они как-то там с трудом, но нашли жилые помещения. А те семьи, которые арендуют жилье по договорам социального найма и не успели приватизировать помещение, ничего не получили. Шесть семей, которые вынуждены выживать в таких условиях. У нас печное отопление, горячей воды у нас нет, у нас вода только холодная. Холодная вода у нас без счетчиков, мы не имеем права даже поставить сюда счетчик, потому что смысла нет счетчики ставить. Квартиры-то без условий для проживания. Печное отопление, печка у меня лично в квартире, вероятно, дымоход завалился, а у меня печка не функционирует. Я ее просто накрыла, чтобы она у меня, ну потому что куда ее деть, она у меня есть, эта печка с обогревателями, живем с обогревателями, сокольный этаж, окна на уровне земли. Все грибком заедено. Главное, в квартире на втором этаже есть прямой путь на чердак. Просто там рухнул потолок. Сменить такие условия на менее опасные получится не раньше 2023 года. Дата расселения назначена Министерством строительства. И это только в плане, как говорят специалисты, сроки расселения таких домов часто переносятся. Потому что им пришли уведомления о том, что срочно снимать жилье, компенсацию арендной платы им будут выплачивать, либо переселяться в маневренный фонд. Хотя уже известно, что по законодательству действующему переселение в маневренный фонд незаконно. Об этом есть уже немало решений, в том числе и Октябрьский районный суд выносил. Мы уже снимали выпуск программы о жителях маневренного фонда. Те, кто переехал туда навсегда, знают. Такой фонд немногим лучше аварийного дома. Жители последнего уже обратились в прокуратуру. А прокурор подал иск, чтобы обязать администрацию города предоставить новые помещения по договору социального найма. Юристы советуют всем, кто живет в подобных аварийных домах, привлекать контролирующие органы и идти в прокуратуру. А судьба жителей со второй строительной 46 еще будет решаться. Насколько мне известно, будет проводиться экспертиза здесь. Потому что важно доказать опасность проживания в этом доме. Сейчас у нас такое законодательство, что внеочередное предоставление жилого помещения раньше положенного срока. Это либо нужно быть малоимущим на учете, а у нас не каждый так состоит, единицы. Либо нужно доказать, что проживание в доме опасно, угрожает жизни и здоровью немедленно. Ну, я думаю, экспертиза все-таки покажет, что это на самом деле так. Субтитры подогнал «Симон» Даже если ваш дом не разваливается на глазах, у вас есть простые коммунальные проблемы. Во дворе не убирают снег. Дорогу рядом с домом давно не ремонтируют. Обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль», потому что коммунальные службы должны работать. Мы приедем, снимем, попытаемся вам помочь. До встречи в следующий вторник. Субтитры подогнал «Симон»